Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг, японская мормышка. Добро пожаловать на новый формат роликов, который помрет после второй серии. Заходи, не бойся. Выходи, помойся. Всем привет. Меня зовут Борис Геннадьевич Сосок. Я актёр. Вы меня можете знать по таким замечательным фильмам, как «Метро 2024 Торчковского», «Уборщица изумрудного города» и «Спасти рядового Чуроса». Быть актёром тяжело. Или, как говорят в Китае, не изи. Иногда мне охота бросить всё это и уйти по-французски, то есть сдаться. Но я держусь молодцом. Со свинцовым концом. Ибо каждый день употребляю. А теперь загадка Жака Фреско. О чём сейчас? Поговорим. На размышления даётся 30 секунд. Имба Энерджи. Смотри интеграцию до конца, ибо в конце тебя ждёт подарок. Если кто не знает, Имба Энерджи – это первый в РФ и СНГ быстрорастворимый энергетик для геймеров. Чтобы облегчить тебе выбор, на сайте Имба появились рекомендации от блогеров с их фаворитами. А какие новые вкусы ждёшь ты? Я вот жду напитки со вкусом сквиртла и бубореха. Хотя у меня и так есть три любимых вкуса. Сладкий с нотками прикола. Кислый с веяньем чудес. Ииии... Просто прикольный. Кстати, ты уже сейчас можешь заказать себе совершенно новые шейкеры, а именно анимешные. И те, что сделаны в коллабе с другими блогерами. Ух! Если не решались попробовать Имбу Ранчо, то специально для вас на сайте есть стартер паки. Можно попробовать сразу несколько вкусов и решить, какой брать наверняка. Ну а для тех, кто хочет попробовать энергетику уже сегодня, Имба доступна теперь на полках 23 магазинов настольных игр и крутых подарков. МОЗ ИГРА! И также знаешь, что специально для тебя имеется уберсастный подарок. Промокод с одной бесплатной пачкой Имбы. А это аж целых 4,5 литра напитка. Ммм... Имба Энерджи. Переходи по ссылке в описании под роликом и заказывай Имбу прямо сейчас. Привет, мои уважаемые зрители. И это рубрика Бебей обозревает мангу. И сегодня у нас в обзоре, друзья мои, замечательная манга Берсерк. Вот недавно я ее почитал. Ну как почитал? Я ее прочитал не до конца. Да и никто из вас ее не сможет прочитать до конца. Простите за мой черный юмор. У меня всего, короче, 4 томика издания Берсерка у нас на территории Российской Федерации. Кукич, не шуми колокольчиком. И я вот... Да, 4 томика. Я сейчас их прочитал. И я хочу вам высказать свое мнение, свой обзор. Потому что мне кажется, этих томиков хватит, чтобы заиметь какое-то... Какое-никакое мнение. И знаете что? Я за всю свою жизнь прочитал достаточно книг. Прочитал достаточно манги. Да-да, не удивляйтесь. И так что, каким-то опытом в чтении я обладаю. И даже могу проанализировать прочитанное. И судя по прочитанному... Судя по тому, что я вычитал в этой манге, я смею сделать вывод, что все это время мне не досказывали один забавный факт. Мне говорили то, что Берсерком вдохновлялся Миядзаки, когда создавал Дарк Соулс, Демон Соулс и так далее. То, что вообще это источник вдохновления для всего аниме. Вообще для всего на свете. Но только есть один факт, который меня смутил. Почему мне никто не сказал, что Берсерк это на самом деле еойная манга про двух гомосеков? Буквально. Почему вы мне об этом не сказали? Не то, чтобы я имею что-то против, я человек современной культуры, у меня взгляд открыт ко всему. Но почему вы молчали? Мне кажется... И при том, мне кажется, то, что многие фанаты это знают. И в своих кругах это обсуждают. Что Гатс, что Гриффит, они буквально как Chevrolet SS 2016 года, заднеприводные. То есть я такой листаю, листаю, листаю эту мангу, и все, что у меня всплывает в голове, это вот примерно, вот, вот, примерно такие образы. Так что моя оценка этой манги пока что 10 из 10. Я теперь понимаю, почему это классика. Деградач. Деградач. Деградач? Там одни форсы, блядь. Ша нахуй? Смотрите, бабочка. Ля. Уже появились бабочки. Бабочка. Ля, какая красивая. Какая бабочка. Ну-ка, сейчас отойду-ка, сейчас обойду-ка ее. Минутку, минутку, минутку. Бабочка, ля. Не, не загораживай, какая бабочка. Давайте чуть приближу камеру. Вот это красота. Природа, мать. Ой, спасибо тебе за такую бабочку. Бабочка. Ля. Она сложилась, как книжка. Стол новогодний, ля. И все, и балдеет снова на солнышке. Бабочка. Да, такие, ой, такая встала прям. О, да-да, о, ветром снесло. Держись, сильная бабочка. Качок. Ух. У нее такой девочек мудует. Да, у нее так дребезят. У меня прям руки трясутся от волнения. Первая бабочка в этом году. Ой, она почесалась. Она еще и почесалась. Ой, видели, 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 видели. У-у-у. Так, кайф. Мало кто знает, но в психологии есть один забавный миф. Говорят, если записать голос и прокрутить задом наоборот, задом наоборот, то можно узнать истинную сущность человека. Давайте проверим. Сейчас зачитаю обычный маленький текст. Сегодня очень приятный день. Солнце светит, птички поют. Ну-ка, а те, давайте-ка сейчас прокрутим его наоборот. Израиль, налеги с ним нуэ, хосударцу. Ничего не понятно было. Видимо, миф. Ребят, вы видите то же, что и я? Солдатик. Какой классный идет боец. Идиот. Красавка. У-у, давай. У-у, побежал, побежал, побежал. Давай, давай, давай. Кросс. У-у, какой мощный. Какие мощные, сильные ноги. У него кардю. У него кардю сейчас всю семью пойдет прокормит. Ля, идиот. Труженик, а? Такой. Чуть-чуть-чуть-чуть. Балдеж. Давайте поближе. Поглядим. Ля, макросъемка. О-о-о. О-о-о. Идет прям препятствие. А вот вы представляете себе? Он идет сейчас без обуви. Это по сути такая каменистая местность. Как, поиг Ratio, как хоббиты кольцо несли. И ему ведь пофиг. Ему ведь по кайфу. уважение уважение ну все давай иди не будем тебя беспокоить все давай красавчик всем привет дорогие мои друзья я надеюсь тут звук холодильника сейчас не мешает потому что я записываю звук у меня идет чистый с камеры никаких микрофонами сейчас не пользуюсь так что надеюсь все-таки качество звука будет по крайней мере неплохое сегодня мы с вами будем обозревать еду поскольку талян не выпускает ролик я решил занять эту нишу потому что сейчас делать игровые ролики совершенно не имеет возможности так что отныне обозревать еду буду я постараюсь сделать это максимально профессионально и соответствующе чтобы не посрамить данное ремесло и сегодня мы с вами обозревать будем вот такие вот леденцы барклейс вот посмотрите вот сзади можете посмотреть такая вот коробочка это конфетки то ли конфетки леденцы тут написано tastefully intense mint я так понимаю это ну mint это печатать тип печатать монета чеканить то есть тут чеканные леденцы tastefully полные вкусов интенсивно вкусные чеканные леденцы и вот он написано видите внизу ликью рис это типа они лакричные лакричные леденцы как мы получили вообще эту упаковочку настя заказала что-то типа лутбокса со сладостями где типа все было в тематике черного то есть у нас там были черные монстры до энергетические напитки черные таблероны и тому подобное черные печеньки но больше меня заинтересовала вот данная коробочка потому что если уж и обозревать делать обзоры на еду то только максимально каких-то интересных редких видов пищи весит он 50 грамм содержимое весит 50 грамм и тут все сзади на английском и других языках по ингредиентам тут сахар стабилизатор мальдетекстрин лакричный порошок flavorings это у нас вкусовые прикольчики антикантинг эйджент я так понимаю это антиоксидантовый агент и салмек солд какая-то солмячная соль понял понял интересно 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 вообще я не особо люблю всякие леденцы в коробочках несмотря на то что это очень эстетично вот если уж и продавать леденцы то именно в таких железных коробочках знаете в стиле ретро я допустим не отказался бы заиметь такую большую коробку но только чтобы внутри были бон пари какие-нибудь классно же было ва но к сожалению от нас это не делают у нас все конфеты сугубо в полиэтиленовых бездушных пакетах которые к тому же очень неприятно горят со время я кстати получил ожог на пальцы я не знаю сейчас увидите это или нет вот видите вот 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 это потому что в детстве я поджигал всякие пакетики всякие палочки выпив по пиздюков не узнаете там поджигаешь типа пакетик и он капает пластиком и вы смотрите как он капает вы типа ловите веселье с этого я вот так капнул себе трубочка из-под чупа-чупса на палец я там потом пластик буквально с мяса обрывал до сих пор шарм остался вроде мне кстати больше ну а ну вот еще видите вот тут у меня кружочек не знаю сейчас видно или нет вот кружочек это в тот же день вроде были в другой день я капнул тоже палочки из-под чупа-чупса опасная вещь эти палочки из-под чупа-чупса особенно когда их поджигаешь там типа воздух внутри находится когда-то поджигаешь там вас другого конца начинает огонь ну горячий воздух убить из-за того что выходит он ну давайте что ли откроем что кстати делали тутл и ко не знаю что это за ребята если у вас есть какая-то инфа обязательно напишите barclaysmints.com ну давайте откроем давайте откроем я сейчас камеру сделаю да как профессиональный распаковщик надо запоминать такие моменты вот тут кстати немножко сахара высыпалась ну-ка ну-ка интересно не понять ничего опа что тут у нас тут с бумажкой barclaysmints это это зачем это чтобы оно не касалось типа железа смотрите какие интересные штучки что-то написано какие-то благодарности наверное fine quality ingredients типа нормального качества ингредиенты а чё-то тут это receipt of barclaysmints я так понимаю рецепт чеканных леденцов barclays has taken years of development занял несколько лет разработки resulting in the unique barclays taste результатом оказался уникальный вкус barclays rich refreshing flavor with a spicy punch богатый освежающий вкус с пикантным ударом ну панчу данном случае ну видимо ты сосешь сосешь и в какой-то момент такой хопа и во рту тебя наполняется необычный пикантный вкус вы call it tastefully intense но это типа интенсивный вкус интенсивный вкус интересно но я так понимаю это леденцы сюрприза внутри начиночные let this means melt in your mouth for a rich mellow taste дайте этим леденцам растаять у вас во рту ради богатого mellow mellow это у нас чём это не дыня нет нет не дыня это другое что-то у нас но какой-то интересный вкус а под if you dare just buy them for a spicy explosion есть но если вы как бы дэр быть если вы хотите посметь то раскусите их ради пикантного вкусового взрыва this means a mate utilizing only the very best ингредиент ну короче да сделали благодаря очень классным ингредиентам вот смотрите давайте возьмем какой-то леденец покажу вам интересный леденечек интересный кстати как они пахнут я прям отсюда чувствую запах ох ёберный матрас не ну слушайте у меня прям опасения какие-то есть я как бы я я я лично не люблю лак розу дала всякие лакричные вот эти прикольчики но она пахнет блин абсентом абсценту прям он прям пахнет люто абсцентом причем очень неприятно и у меня кстати есть опыт употребления абсцента в свое время в юности я любил с утра ходить у нас в заведение одну бирмар назывался я всю ночь не спал допустим рассмотрел анимуху доктора кто какие-то британские сериалы или проходил диаблу 3 занимался не к бесконтрольным рукоблудием потом выходил с утра поднимается солнце я выхожу на балкон курю дожидаюсь пока наступает допустим часов 9 выхожу из дома иду в заведение под названием бир бар заказываю себе там поесть что-то типа свиной рульки вырезки на не знаю там спагетти пересушенные мне все это кладут на стол готовая я прежде чем начать поесть иду к барной стойке заказываю абсент мне его поджигают я его выпиваю потом типа проглатываю горячий воздух из вот этого прикола ну из бокала абсентов и еду есть и честно я это пил не потому что абсента обладает очень богатым уникальным вкусом я это пил потому что я хотел нажраться и я абсолютно не понимаю кто готов пить абсент ради вкуса потому что он очень сильно напоминает по вкусу как будто ты пьешь полынь я свое время в детстве у нас в деревне напился случайно воды из речки у меня завелись глисты и мама мне делала настойку из полыни если вы не знаете что такое полынь и насколько она горькая на вкус это самая горькая вещь на свете я буду самая горькая вещь на свете вы не пробовали ничего больше полынь это просто и квиты quick квинтэссенция зла это самая горькая фигня в мире притом и она настолько горькая что буквально все у тебя из организма живое неживое бежит потом у тебя через задний проход с криками орами и матами я к чему это говорю у меня абсент ассоциируется с полынью данные конфетки у меня ассоциируются с по абсентом по запаху я прям даже боюсь какой же там этот богатый пикантный вкус который взорвется у меня во рту отдает немножечко мяты и знаете но по большему счету отдает прямо кучи трав целебных лекарственных причем не башкирских у нас башкирские травы пахнут очень приятно тут прям вот что-то ядреное это как знаете вот в элден ринге есть локация где полно красной гнили мне кажется если бы там росли целебные травы то они бы так и пахли ну по крайней мере были вот чистый форм-фактор выглядит идеально вот прям идеально то есть это не кружочек ну точнее не шарик по форме а как это маленький цилиндр называется как называется данная форма колесико это колесико интересное колесико у меня заранее вода если что налито я не знаю может мне стоит чай налить я просто попробовал вот этот порошочек он у меня тут который рассыпался я влезнул принципе вроде ничего страшного но я вкуса принципе вообще не почувствовал наверное тут основной вкус реально внутри находится а все вот это вокруг это как у аспиринового вот это сырье используется безвкусно хотя не знаю давайте я налью себе чаю у меня есть такой замечательный крухан хочешь быть таким тренируйся либо меньше жри вот я сейчас налью чайок минуточку вот налью чайочек заварочку и сейчас налью кипяточку чтобы если что потому что смывать все-таки какие-то неприятные вкусы холодной водой это бесполезно это бесполезно потому что есть очень многие вещества которые они застывают когда ты пьешь и холодной водой и допустим почему я никогда не советую пить холодную воду когда вы пожрали пельмени потому что у вас тогда все пельмени они просто превратятся в один огромный холодный склизкий комок в желудке и это будет перевариваться очень долго так что все пейте все что вы едите горячее вы точно запивайте горячим а если вы едите к чё-то очень сомнительное то в принципе тоже желательно запивать горячим либо в принципе это не есть так ну все я вот сейчас немножечко рассосу если он будет быстро рассасываться то я его дососу и дожду пока он у меня взорвется во рту если он будет рассасываться долго тогда я его прожую тут написано то что можно и так и так так что наверное экспириенс от поедания конфетки будет максимально каноничным давайте еще раз напоследок посмотрим все ну давайте я сейчас куда-нибудь дальше щеку засуну оно очень насыщено травами и как будто ты пьешь очень странный аптечный чай при том аптечный чай далеко не самого лучшего качества то есть как бы я я я понял суть конфетки то есть это просто лекарственно травяная какая-то конфетка но я прям чувствую у меня налетом этот неприятный вкус остался на языке вот прям налетом я прям я прям так делаю она как будто пленка неприятный как раньше знаете продавали же вот такие вот пленочки типа антиопохмел но чтобы кататься спокойно в машине ты к так кладешь они у тебя прилипают к языку рассасываются тут наверно то же самое но она еще переслащена я вот знаю как это сравнить очень знаете это аптечный чай в котором вы нахлобучили очень много сахара и очень много заварки но кстати рассасывается она быстро это гадость знаете вот как еще это сравнить вот есть такой напиток и кирмастер тоже травяной его пьют как апелитив и он в принципе приятен на вкус если ты выпил да допустим выпила начал есть потому что такие напитки они сделаны специально ради того чтобы тебе у тебя увеличился аппетит и трапеза оказалось более приятный тот же самый гидер мастер допустим надо пить максимально холодным из морозильника доставая ну и в чем суть я гидер мастер всегда пью и начинаю есть я не оставлю гидер мастер у себя во рту я не болтаю его туда-сюда потому что ну он не настолько прекрасен по вкусу у него возможно есть неплохое послевкусие во время еды но вот чисто его пить ради вкуса это такое себе это вот нечто такое засасать конечно надо это дать когда вас попадает какой-то леденец в рот и вы хотите поскорее дососаться до начинки вы поэтому просто катаете эту конфетку себя в порту как кусочек масла по горячей сковороде я просто почти конфетку-то рассосал и мне кажется меня наиболее никакой начинки нет там никакого секрета взрывающего себя во рту нет ты просто пососал на халяву можно сказать и ничего за это не получил отвратительно не знаю я бы просто так эти конфетки все-таки наверное есть бы не стал надо крошки убрать от этого и от этих леденцов вкус очень неприятный очень специфичный мне кажется это чисто для любителя который вот который может спокойно взять какую-то целебную траву и там листочки у нее съесть во рту поболтать там если вы допустим жуете гудрон как жвачку питаетесь кореньями корой то вам может быть это и зайдет но я лично вообще даже близко не ценитель я даже сейчас попил у меня остался у меня как будто налет на зубах появился после этой конфеты как будто налет очень-то я кому-то наверное не знаю может гостей буду угощать типа знаете это это признак гостеприимства когда там пусть им кто-то приходит вы такой конфетку особенно если таскать с собой знаете в акт доброй воли вот такой конфетку будете будешь конфетку вкусные вкусные хотя на сыпется блин потом еще карманы отмывать налет не знаю на пиджаке появится такой себе честно говоря не знаю эту я и лакрицу не люблю да и абсент я последний раз тогда пил когда diablo 3 только вышло не знаю я наверное поставлю свою оценку оценка конечно максимально субъективная то есть если вам допустим это 10 из 10 это не означает то что если допустим поставлю 0 то что сами по себе конфетки ноль но мне лично эти конфеты не понравились я даже не вижу ни один сценарий где я эти конфеты ем не считая данного ролика я не вижу сценарий то что я так спокойно подхожу на кухню думаю что бы съесть думаю о леденцы дай-ка закину кладу открываю и ем нет это не будет ребят я наверное все таки поставлю свою оценку полтора балла полтора балла из десяти не вижу смысла ставить больше то есть но это провал да это это провал лично для таких как я но это очень сильно для любителей однако откуда ты должен узнать какие они на вкус если ты не любитель это возможно и любители они не особо оценят данный продукт лично я бы лучше лишний раз бомбари какой-нибудь съел по классике которые переслащенные фруктовые это намного лучше было бы чем вот это ладно большое спасибо за то что посмотрели данный обзор кстати вот включился холодильник как сейчас звук я конечно чуть-чуть по убираю там всякие звуки но это все-таки слышно будет ладно ребята большое всем спасибо за просмотр данного обзора у кого есть возможность отдыхаете чильте проводите время с удовольствием и не кушайте радости до скорых встреч и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, какая прекрасная весна Посмотрите, какая прекрасная погода Если сейчас сидишь дома и не выходишь на улицу Выйди, подыши свежим воздухом Он загазованный, конечно Траву потрогай Хотя она уже растет потихонечку Я понимаю, воздух у нас сейчас с добавками, с примесями вкусовыми Но все равно выйди и подыши Насладись погодой, пока есть такая возможность Что ты сидишь дома, тухнешь Люди сейчас такие, у кого на улице снег еще Да все равно выйди, сейчас дома тухнешь Выйди, посмотри Потрогай вот под этих березки Потрогай ее вот так вот Погладь, скажи Расти, березка Расти, вот Слезь из природы Хватит дома чахнуть Сейчас все равно уже, игры в стиме не купишь пока что Ничего не это Сидишь там, дрочишь на свое, это аниме целителей Нормально выйди, побалдей Возьми латы себе Вкусное, да даже не латы, чай себе возьми Насладись природой Я тебе советую А ты все еще снимаешь? Да, да Ну тогда этот Если ты не выйдешь после моего совета на улицу То ты Майонезный карачун А вот ребята Рассада Ну как рассада, просто растения будем считать Цветули Наверное надо вам сейчас лор рассказать Сейчас дайте я камеру поменяю Во, улегся И тебе можно рассказывать В общем лор таков Маман уехала у меня на север И попросила Посынулическим А приходить к ней домой И если что поливать растения Ну там, день через день День через два В зависимости от того, сколько водички наливаю И заодно проветривать квартиру А то все-таки тут душновато Ну и заодно, чтобы все-таки квартира подышала Вот сейчас я сделал все дела И Наслаждаюсь Лежа тут На кроваточке Вот по кайфу Кстати, записываю я это сейчас буквально в тот же день Когда ролик и выложу Да, решил такой топ-контент записать Потому что надо все-таки Как можно больше Разные эпизоды жизни записывать Потому что я все-таки Я теперь не только игровой блогер Я теперь еще и просто блогер Буду рассказывать вам про жизнь Ну надеюсь, я не закончу всю свою деятельность Не знаю, сражаясь на ринге Против какого-нибудь гетельмана Нет, вот это было бы пососно Наверное, да Вот этим роликом я, кстати, и буду Точнее, вот данным эпизодиком Я, наверное, и буду сам ролик заканчивать Надо, наверное, всякие пожелания сказать Напоследок всякое Просто рассказать какое-то свое мнение По общим происходящим делам В общем, как бы это ни было печально, ребят Пока что на игровые ролики не стоит Да и, честно говоря, я сейчас отдыхаю В какой-то веке я спокойный Со спокойной душой Играю в игры Не записывая геймплей И я не чувствую какой-то вины за собой А то, знаете, раньше такое бывает У многих, кстати, блогеров Есть такая вещь Ну, у игровых ютуберов Они бывают Блин, я играю в игру И даже не записываю геймплей Не делаю футажи А я ведь в теории мог сейчас пройти игру И... Я не знаю И сделать ролик Но, к сожалению, когда ты записываешь геймплей Ты не можешь нормально по-человечески играть Потому что ты прекрасно понимаешь Что пока ты стоишь и там Разглядываешь какое-нибудь яблочко Какое-нибудь существо У тебя записывается в футажу У тебя постепенно кончается место на диске Из-за чего ты должен максимально Грамотно его записывать То есть не болтаясь туда-сюда А у меня, допустим, в Элден Ринге Я сейчас прохожу Элден Ринг И я еще даже половину игры не прошел Я буквально побил ту бабищу Которая в коконе плавает По воздуху И при том я побил ее, наверное, неделю назад А все остальное время Я просто хожу туда-сюда Широеблюсь, скажем так Рассматриваю неписей И так уже месяц Когда игра вышла? Вот когда игра вышла Я тогда ее, получается, и запустил Ну или спустя дня два-три Когда у меня диск пришел для бокса И я до сих пор играю Я до сих пор не прошел А представьте себе Если бы я записывал геймплей Я, наверное, игру бы уже давно прошел Но я бы не получил того удовольствия Я был бы вынужден торопиться Это, конечно, такое себе И, кстати, я сейчас стримлю Если что, ребята Я стримлю на канале Дигрострим на Ютубе День через день подрубаю Ну, бывает, разве что, исключение Иногда, если уж совсем устану После зала там Или какими-то делами займусь Недавно мы прошли Петька 1 и 2 Замечательнейшие были стримы Замечательнейшие игры Не считая того, что Петька 2 буквально Это просто DLC к первой части Просто вырезанный контент Но, тем не менее, он намного лучше Третьей и дальнейших частей Потому что буквально вчера Мы попробовали пройти Третьего Петьку И мы вот дропнули Потому что это Это не когда настолько плохо, что хорошо Это когда плохо и уныло Просто плохо, уныло и отвратительно, ребята Это что такое? Это, похоже, персонаж из Увермотча Нет, ребят? За барной стойкой стоит Третний час этот бедолага выйти пытается Тут какие-то русские электрики Приходили Напутали что-то с автоматиками Умора О, смотри, Петька, смотри Обезьяна дрессированная Зам, ты обезьяна Да она еще не говорящая Не срывает Команавая Игра не стала лучше после этой фразы, ребят Нет Какая база Давайте поговорим Поэтому даже Этот стрим вроде сейчас сохранился только на гудгейме Нас там просто дальше стреканули за контент Ну не стреканули, этот стрим блокнули Потому что я психанул И начал смотреть всякие там Давай поженимся, сердца за любовь Ну начал такой, ну Стрим вылился в какой-то трешак, знаете Такой стандартный, когда все Когда все мейнстримные стримеры начинают смотреть просто какую-то хрень С телевидения на стриме И мы потом перешли на гудгейм Да, ребята, я стримлю на канале Диграстрим на ютубе И стримлю на гудгейме Потому что Я решил сделать ставку на гудгейм В случае чего, если вдруг Случатся какие-то шоколадные неприятности И что-то начнут блокать Ведь я не пойду на Трова Я буду стримить на гудгейме Так что обязательно Если что, переходите Регайтесь Все очень классно и балдежно Так что я, получается, да Я стримлю одновременно на двух площадках И не забудьте, кстати Подписываться на наш телеграм-канал У нас там уже почти 30 тысяч человек Ребята, все ссылочки, если что, будут внизу Обязательно регайтесь Обязательно заходите, подписывайтесь Чтобы в случае чего быть в курсах Я, конечно, все-таки Не особо уверен, что ютуб будут блокать Почему-то у меня есть такое предчувствие То, что, скорее всего, будут ограничения А не блок Надеюсь, вам тут нормально все слышно А то у меня тут всякие за окном штуки происходят Так вот, да Я не думаю, что ютуб будут блокать Наверное, будут ограничивать А даже если и блокнут ВПНы и прочее в путь То есть я сразу говорю, ребята В ближайшее время Единственные люди, которые будут страдать на ютубе Это контент-мейкеры Конкретно вас Это никак не коснется Особенно если вы Человек-мастер Сидите через прокси и так далее и тому подобное Вот так А в остальном У нас лично дела относительно неплохо И рука у меня еще, кстати, трясется Извините, ребята Надо в другую руку У меня рука подустала Давайте вообще с двух рук буду держать Вуаля Все, а то еще подумайте, блин Бэй-бэй, алкаш Руки трясутся Кабер трясется Допился Неправда, ребята Я сейчас на стримах употребляю Только напитки из черноголовки, ребята Вот раньше все смеялись Вроде бы Мэтт В днище обозревал рекламу черноголовки Вот раньше все смеялись А это, между прочим, топовый лимонад Блин, вот бы они, конечно, купили бы у меня рекламу Было бы вообще балдежно А так я сейчас пойду домой Закину данный видосик в ролик Выложу его Наверное, попозже подрубит Настя Стримчик Она сейчас проходит у нас в Fallout New Vegas А я так еще, кстати, второй Fallout не допрошел Ну, людям душно второй Fallout смотреть Я не знаю У меня просто стандартно Сейчас Допустим, Петьку стабильно смотрела По 2000 человек С пиком С двух площадок с Good Game и с YouTube Где-то две с половы сидела А тот же самый Fallout 2 В целом 800 человек смотрит Потому что, ну, он Душный В плане для стримов Наверное, да В плане для стримов А, во-вторых, многие его проходили И тот же самый первый Fallout люди смотрели с большим удовольствием Потому что многие буквально не знали, что там происходит Все-таки первый Fallout, он намного слабее второго Несмотря на то, что, наверное, все-таки первый Fallout Между первым и вторым как-то, наверное, заходит больше Не знаю почему Ну, как бы вообще, мой самый любимый Fallout это третий Я уже это не раз на стримах говорил Ну, потому что для меня Fallout 3 был самой первой игрой Я в него играл на Xbox 360 в свое время И прошел с огромнейшим удовольствием С огромнейшим Я до сих пор помню, как мы с мамой поехали в Геленджик И там я выцегонял А там совсем было скучно В момент, когда мы, допустим, не ходили на пляж А мы все, что ходили, все, что делали Это ходили на пляж И на какие-то дикие пляжи Да Посмотреть, походить И вот в момент, когда мы чисто сидели В снимаемой комнате У какой-то бабульки Вкусный борщ, кстати, она там готовила Я попросил у мамы купить мне хотя бы журнальчик Она у меня взяла журнал Игромании И там было превью Как журналисты поехали И поиграли в Fallout 3 И они так сладко фолочь описывали Ой, ни у кого не повторялась история Каждый делал, что он все захочет Кто-то там убил врача Я до сих пор помню Кто-то рофлил Типа, вот я убил доктора И там разработчики сказали Ай-яй-яй, докторов в мире не так много А теперь благодаря вам их стало еще меньше Все-таки О, нет! Классно было До сих пор помню, как наткнулся на Там рынок был И там был какой-то книжный магаз Который представлял себе буквально комнату Даже, можно сказать, будку Два метра или даже метр на метр Чел буквально сидел в квадратной комнате И вокруг него стояли полки Полностью набитые литературой по сталкеру И они, и все эти, и очень мало книг повторялось Я еще тогда охренел Думаю, столько книг по сталкеру написали Не халам-балам Ой, ладно Что-то я вообще развонялся тут Если, скажем так Если я начну говорить То меня хрен остановишь Наверное, да, все, ребят А то у меня рука до сих пор потряхивается Мы просто только что после зала Мы сегодня бицуху качали руки Прям очень тяжко было У нас было одно занятие, упражнение То есть мы вот так вот, скажем так Берешь две гантели По крайней мере у меня вот вес был по пятнашке У Насти было вроде бы по десятке Да, то есть вот так вот берешь В каждой руке по пятнадцать Вот так вот руки поднимаешь вверх И пока одна рука находится в воздухе Другой вот так качаешь, поднимаешь Десять раз, допустим, десять-двенадцать раз Потом берешь другой Вот так вот поднимаешь У меня аж видео вырубиться успело Вот столько я много говорю Так вот, да Поднимаешь потом другой Десять раз Вот в данном случае вот так вот Другой десять раз Хоп-хоп А потом двумя еще десять раз И так Ой Мышцы, конечно, после этого Ой Ой, страдаем Но в плане того, что это вот причина Почему у меня сейчас руки трясутся То есть вот весь день буду вот так вот сейчас Коматозничать Такие пироги Ладно, ребят, все Я слишком заболтался Короче, надеюсь, вам ролик понравился Это очень экспериментальный ролик Я поначалу думал его сделать Типа шоу, знаете, а-ля Наши Раши Где я просто буду Засуну кучу разных скетчей С приколами Но я решил то, что, наверное Вам больше будет по душе Если я буду всякие бложные моменты добавлять Чисто показывать, что мы тут делаем Как мы живем Но иногда буду, если по желанию Какие-нибудь скетчи вставлять Потому что моя творческая натура Просит проявить немножечко артистизма Человек Существо творческое И этим творчеством ему необходимо делиться Именно поэтому, кстати, Майнкрафт так популярен Ну ладно, все До скорых встреч, не забывайте Диграстрим, стримы Регайте все ссылки под стримом Все ссылки под видео По ним всем пройдитесь Посмотрите все Где надо добавьтесь И чтобы в случае чего быть на связи Самое главное телега Я в телегу столько приколов кидаю Обязательно все регайтесь, подписывайтесь А в частности на паблик Диградач Который сейчас погряз в грязнейших форсах Где мое лицо клеит на кроссовки Жду вас И до скорых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»